приветствую вас не в плановое включение у нас сегодня приехал погрузчик два года назад мы на нем делали двигатель он два года отъездил вообще не беспокоил нас все ничего не текло у него все нормально было чуть не сказал что все текло вот он приехал на контрольный осмотр тут кое-что так по мелочи давайте вот вместе с вами посмотрим что за два года произошло с 615 двигателем давайте для начала погрузчик у нас такой вот трех кубовый сиди lg грязный клиент говорит что-то тут снегопад был у нас этой зимой стопа мотор вот так вот снегом его занесло собственно давайте посмотрим вместе с вами в первый раз смотрю здесь вот как обычно из-под помпы подкачки что-то тут пошло вот смотрю шланг замененный рвд скорее всего у них здесь масляная подача на тнвд лопнуло и масло пошло что шланг новый стоит обжатый этот двигатель мы не красили как вот он был желтенький так и остался стартер весь там в грязи особо подтеков нет вот сверху глушитель можете обратить внимание видимо этот конденсат дак вот течет и туда за аппаратуру и вниз видно это сажа ничего себя как он ездит вот дает смотрите что у него произошло он даже об этом и не знает эта трубочка опережение зажигания получается вакуумная с тнвд идет и она по какой-то причине сгорела а так она сгорает если здесь короче паяльной лампой что-то грели но судя по всему вот это вот паяльной лампой грели вот эти трубки подачи вообще так делать нельзя тут же резинки стоят лунжера и сожгли трубку и как он работал у него получается он не тянул а он ничего об этом даже не сказал говорит что отлично мотор работает ну вот трубка сгорела опережение то есть он по мере нагнетания вот турбина и воздуха в коллектор она сюда попадает этот воздух давление либо разряжение и получается сдвигает тут подачу топлива скажем так если уж совсем простым языком ну вот вот сюда вот они что-то лазили такую бархатку сюда засунули зачем непонятно ну это вот по вот этой стороне пойдем дальше радиаторы мы ничего не делали просто ради общего саморазвития посмотреть подзабитые так чутка ну вообще не критично скажем так с этой стороны что у нас тут да в принципе ничего страшного то и нет вот что-то он весь вот в грязи такой видимо шкрябали что-то они где-то он добро поработал вот как и говорил с выхлопа вот это течет и кажется как будто что-то тут криминальное произошло по факту нет вот это вот по моему фильтр масляный на коробку с него мокреет и тут вот с компрессора воздушная трубка здесь вот что-то мокреет по воздух по воздушной части через ресивер вот так что можно сказать в d2 в d10 двигатель это 10 ну что в принципе можно сказать вот два года вот суровых условиях поработал получается что те запчасти которые мы отсеиваем скрапулезно и то что ставим она по сути работает вот реальный пример два года он отходил при том он не стоял два года он реально пахал на щебне по моему и на какой-то еще глине на это можно уточнить клиент вот так вот давайте тогда еще вместе с вами посмотрим что у него тут внутри коробка по коробке мы гидрораспределитель здесь делали получается у него пружину там сломал внутри ничего критичного вот все грязище пальцы вроде смазывает вот так ну и собственно говоря что можно подытожить получается те запасные части которые мы отбраковываем и не ставим они реально плохие то есть вот тому подтверждение то что мы ставим то есть вот эти вот все компоненты они вполне рабочие вот двигатель два года отработал на тех запчастях которые мы поставили сами мы уже по опыту вот ремонта китайских двигателей поняли что можно ставить что ставить нельзя ну и получается тема рабочая схема так что смотрите видосы смотрите что мы ставим ну и в принципе вот вот тому подтверждение ну а там дальше уж думать спасибо за просмотр всем добра